Непотаповой 21. 11 лет модель из Казахстана работает красавицей. Мисс Сибирь, Мисс Туризм, Мисс Интернешнл. Титулов много. За каждой из них девушке пришлось заплатить. Минимальный взнос на конкурс составляет 15 тысяч рублей. Если у девушки нет денег, и она талантливая и красивая, и она достойна победы, она просто не будет участвовать в конкурсе. Но бывает и так, что никаких взносов организаторы не требуют. И только в день конкурса становится понятно, почему. Ты приходишь на конкурс, на кастинг, и видишь, что в организаторах сидят люди, которые просто зовут тебя на тусовку, потусоваться с олигархами, и ничего более, никакого конкурса нет. Все, что мы сейчас расскажем, не имеет отношения к крупным международным конкурсам. Подобная история – обычное явление для конкурсов-однодневок, которых с каждым годом становится все больше и больше. Есть мероприятия, которые проводятся из года в год, они известны, они уважаемы, они, как бы так сказать, традиционно существуют. Используя бренды данных мероприятий, также берутся, делается рассылка, делаются под видом каких-то предварительных отборочных туров, приглашаются люди, с них берутся деньги, но это самое чистое натуральное воды – мошенничество. Но даже если конкурс все-таки состоится, девушка проходит несколько отборочных туров и доходит до финала, это не значит, что она сможет побороться за корону. У неофициальной статистики 80% всех титулов продается. И за эту победительницу, как правило, берутся немалые деньги. От 10 тысяч до 50 тысяч евро стоит победа в конкурсе красоты. Подобная история произошла год назад в Москве. Организаторы перед финалом предупредили конкурсанток, что на корону первой красавицы они могут не рассчитывать. Нам неоднократно говорили, что первое место куплено точно, и второе, третье. Правда, это было, да, и мы боролись уже за те места, которые были не куплены. Как правило, после таких конкурсов победительниц и проигравших собирают в одну машину и увозят на закрытую вечеринку. Что там происходит, неизвестно. Явка обязательно. То есть никто не может убежать никуда, живот заболел, нога, никого не волнует. Просто всех девочек берут и увозят на эту вечеринку. Но несмотря ни на что, вот уже больше ста лет каждый год практически в каждом городе выбирают свою королеву красоты. Остается только догадываться, какие некрасивые истории стоят за этими победами.